Вчера встал за часа три где-то, наверное, поменял все сальники, ну и всякие манжетики вот эти вот по рулевой рейке. Сейчас я вам покажу самое основное, с чем я действительно намучился и как я всё-таки это сделал. Как разобрать рейку и собрать это вы можете найти кучу видео в интернете, но есть тут парочку нюансов, с которыми нужно помучиться. А в целом ничего сложного в замене ремкомплекта в рейке Е36 и Е46, ничего сложного на самом деле нет. Это можно сделать в обычном гараже без всякого спецоборудования. Единственное, что есть пару нюансов, тонкостей, которые я вам расскажу сейчас и покажу. Она у меня уже вот разобрана, я тут поменял ремкомплект, но я сейчас вам расскажу, какие у меня были сложности и как я его менял в целом. Значит, ремкомплект вот такой вот у нас, номер у него, можете записать себе. Подходит он на Е36, Е46 и Е34. Рейка у нас ЗФ. Вот у нас ЗФ рейка и вот такой вот ремкомплект. Ремкомплект полный был, в нём есть все сальники, всякие втулочки, всё-всё-всё было. В этом ремкомплекте не было подшипников, сразу же говорю, это именно тут всякие колечки, сальники, вот это всё было. Втулки, полумесяцы, всё это я сейчас расскажу, что это такое и куда я его ставил. Значит, начнём с самого главного, это рулевой вал. Здесь у нас, в принципе, что нужно сделать? Поменять один манжет. Это такой пластиковый манжет, вот он, вот он этот старый манжетик, и за ним, снизу, под ним точнее, под ним вот такая вот резинка. Она уже, кстати, такая дубовенькая, та новенькая, помягче. Под ним резинка сначала, а потом вот такой вот манжетик устанавливается. Как я его снимал? Снимал я его вот таким вот крючком, там поддеваешь, вот вытаскиваешь. Ну, этот я старый сломал, я не хотел с ним возиться особо. Ну, и резиночку также вот крючком поддеваешь, там и вытаскиваешь, и снимаешь. Там обязательно почистить всё нужно. Ну, и потом, понятное дело, сначала одеваем вот такую резиночку, она идёт в комплекте, вот с этим вот ремкомплектом. И потом мы одеваем манжет. Манжет, то есть, одеваем, до какой-то вот части он доходит, потом он такой упирается как бы. И мы чуть-чуть помогаем пальцем, если пальцем перекашивать начинает, значит, берём крючочек и аккуратненько его поддеваем, закидываем туда. В принципе, он несложно заходит, я думаю, с этим все справятся, это не проблема. По поводу самого вала. Я много пересмотрел видео по этому поводу. Значит, что? Самое важное в вале – это то, чтобы не было у него выработки. Бывает прям выработка такая сильная. Как её померить? Я вам вот покажу на примере пластикового такого штангенциркуля, но я мерил электронным. И вы мерите только электронным, чтобы получить чёткие показания. И просто берёте, промеряете вал там вот в центре померили, там чуть отступили здесь, померили чуть здесь. То есть, ну, на рабочей части её видно. Промеряете так и промеряете с этой вот стороны. Ну и смотрите. Если есть там погрешность, прям уже большая, прям заметная выработка, то этот вал нужно заменить. У меня здесь выработки не было, но была вот такая вот тема, как типа лёгкая коррозия. Она ногтём чуть-чуть ощущалась, эта коррозия. Вот так вот, если поводить. Но я посмотрел в интернете, когда ребилдят эти рейки, они берут наждачку какую-то 800-1000, обезжиривают это всё дело и так лёгенько протирают, типа, чтобы сбить вот эти вот заусенчики сами. Ну и она, типа, продолжает нормально потом работать. Я так же само сделал, попробую, ну, в дальнейшем вот расскажу, спасло это меня или нет. Ну, я не вижу здесь какой-то проблемы прям сильные. Новые сальники будут стоять, здесь нет прям выработки. Я думаю, что будет всё хорошо работать. Что ещё по валу? По валу может быть выработка также в этом месте, тоже примеряйте. И ещё выработка может быть здесь вот сбоку. То есть, вот в этой вот части тоже может быть выработка, потому что здесь стоит как раз вот наш этот полумесяц. По валу, в принципе, всё. Ну, не знаю, если был удар, то он может где-то быть гнутый. И, конечно, зубья, если мы видим какие-то уже проблемы с зубьями, выработку большую, это тоже вал можно уже минусовать, покупать новый. Такой новый, он, правда, китайский, но, говорят, работает нормально. Стоит что-то около трёх-трёх с половиной тысяч гривен. Ну, по валу я всё рассказал. Теперь по этому червячному, на который карданчик насаживается, по этому валу. Значит, какие у меня тут были вопросы? Нужно было поменять вот эти вот четыре манжета. Под ними стоят тоже такие вот колечки. Тут та же самая история, в принципе. Там резиновое кольцо стоит снизу. Его тоже мы меняем, оно идёт в комплекте. И вот такой вот манжетик сверху. Он цельный. Это я его разорвал, старый манжет, чтобы было легче демонтировать его. Но потом у нас задача какая, когда мы сняли это всё, поставить на место. Ну и понятное дело, что сначала мы одеваем кольца. И потом мы начинаем по одному запихивать манжеты. Я запихивал с этой стороны, потому что тут подшипник побольше. С этой стороны вот поменьше эта часть. И как я запихивал? Значит, я его взял, сначала вот сюда вот закинул. Ну, вот так вот. На руке неудобно. То есть, я так примерно вот так вот сюда вот закинул. Потом его здесь вот перекинул. И вот так вот до самого конца, до последнего. Ну и на последнем так же самое. Я его закинул в паз. И потом так вот собрал его. Тут остался кусочек. И так крючком чуть-чуть поддел. И он запрыгнул на своё место. И вот так вот 4 манжета я здесь насадил. В принципе, это была никакая не проблема. Вот. И справился с этим быстро. Ну, единственное, что аккуратно нужно немножко. Что у нас ещё здесь? Может быть, здесь сильная выработка? У меня её нет. Тут видно прям по вот этим вот частям, когда сильная выработка. Здесь всё нормально. Проверяем этот подшипник. Подшипник найти вот этот именно не сложно. Вот у меня здесь люфта не оказалось. Я не вижу смысла её менять. Ну, и здесь вот я вот почистил чуть-чуть. Вот такой вот щёткой на шуруповёрт. Почистил вот эту вот часть. Вот эту вот закрыл тряпкой, чтобы не повредить ничего. Ну, вот так прочухал чуть-чуть в пазике. Всё тут красивенько. Здесь по этому валу, в принципе, всё. Ничего такого больше быть серьёзного не может. Только запомнили. Выработка, люфт, подшипники и вот эти вот поменять манжетики. Ну, я ещё, конечно, продул все каналы. Здесь вот идут канальчики такие. Я их попродувал, чтобы там не было грязи и мусора. Перед сборкой ещё раз я, конечно, продую. Это пока что в сторону. Значит, теперь пойдём по проблемкам, которые у меня возникли. Мы видим вот эту часть. Это как бы пробка, которая с этой стороны рейки устанавливается. И там потом стопорное кольцо вставится. Значит, мне было сложновато выбить оттуда сальник сначала, потому что его нужно выбивать вот с этой вот стороны. И он как-то там очень сильно сидел. Сальник у нас идёт вместе с пластиковым вот этим вот кольцом. Видите, он за сальником. Сразу же пластиковое кольцо. Они идут вместе спаянные. То есть, это комплект. И в комплекте ещё такая втулка. Эта втулка нужна, чтобы у нас рейка, короче, не болталась. Чтобы она не стучала. Ну, сальник, понятное дело, держит саму жидкость. А втулка эта, она от люфта избавляет нас. С этим что? Ну, с сальником я немножко повозился, конечно, но выбил его и поменял всё на место. Советую вам сразу, если будете что-то менять сами. То есть, взяли одну часть какую-то, например, вот эту вот. Сначала её разобрали. И точно так же собрали. А потом приступайте к другой. Потому что, если вы все повытаскиваете сальники, вы потом не будете знать, куда их пихать. Поэтому лучше по одному сальнику менять. То есть, вытащили, поставили. Вытащили, поставили. Запомнили, как он стоял. И также на место его и поставили. Так будет уже более чётче всё. Поэтому я всё рассказал. Здесь тоже резинка в комплекте. Я её поменял. Вот ещё есть вот такой вот полумесяц. Он прижимает у нас вал сбоку. Ну, я уже рассказывал. И его тоже я поменял. Хотя, вот тот вот старый, он в принципе был в нормальном состоянии. Я не увидел какого-то износа в нём. Ну, я уже раз он был в комплекте, я решил его уже поменять. Этот оставлю. На всякий случай про запас пригодится. Следующая проблема, которая у меня возникла, это вот этот подшипник. Он одевается вот так вот сверху на вал. Ну, соответственно, он в этом вот корпусе тоже одевается. Там стопорное кольцо сверху. Проблема какая? Проблема его была выбить. Потому что найти этот подшипник очень тяжело. Прям сильно тяжело. И выбить его оттуда не сложно, но просто нужно повозиться. Как делал я? Я поставил его вот так вот боком и удержал. Отвёртку вот туда между сальником и подшипником вставлял. И подстукивал, потихоньку переворачивал его. Переворачивал, переворачивал. И я где-то минут, не знаю, 15 с ним, наверное, поковырялся. И он так потихоньку выходил, выходил, выходил. Потом выпал. Здесь я потом поставил головку, там подобрал. Выбил этот сальник. Ну, и потом сальник так же само запрессовал сюда. И сверху запрессовал подшипник вот такой вот головкой. Ну, запрессовал. Простучал просто молоточком, и он зашёл на своё место. То есть, самая была большая проблема, это его выковырять оттуда аккуратно. И здесь так же само резиночку поменял. Она тоже в комплекте шла. Что дальше из вопросов, вот дальше глобальный вопрос у меня был. Это вот поменять вот тот внутренний сальник. То есть, я его уже забил. Вот. И я вам скажу, что это было нелегко. Нелегко было его выковырять. Он находится у нас здесь, в этой вот части. И получается, что доступа к нему почти нет. Вы вот можете посмотреть, что внутри, вот с этой стороны его нужно выбивать в ту сторону. И там почти не к чему зацепиться. У меня вот эта вот проблема возникла. То, что реально не к чему зацепиться, и выбить его оттуда очень тяжело. Значит, как делают, я смотрел другие. Там, ну, некоторые, не все так делают. Они вот туда вот, с этой вот стороны, вы видите. Вот туда вот по сальнику бьют отверткой и разрубывают его. Но я на самом деле побоялся это делать, потому что можно убить посадочное место сальника, и будет все очень плохо. Этот корпус можно будет выкинуть. Поэтому я придумал приспособу. Пока я ее не придумал, ничего у меня не получилось. Вот такая вот приспособа. Это обычная ударная отвертка, там старая была у меня. И второй кусок отвертки взял, то есть удлинил это дело, ну и приварил его просто вот так вот. Это для того, чтобы влезть вот сюда вот, с этой вот стороны до сальника. Видите, вот так вот можно упереться в него и выбить его с одной стороны, перевернуть со второй стороны и с третьей стороны. И он у меня очень быстро вылез. До этого я пробовал какие-то другие методы всякие выбивать. У меня ничего не получилось. Только с такой вот приспособой я его аккуратно выбил оттуда, и это было достаточно быстро. Еще у нас есть внутри там сальник. Сейчас я тоже покажу его на свет. Здесь, надеюсь, будет видно. Но с ним сложности никакой не было. Я его с вот этой вот стороны просто выбил. Вот, а сюда я его на место забил. Тоже забивал, знаете, как сразу расскажу, головку взял по диаметру, чтобы она заходила. Но чуть-чуть, чтобы она так вот свободна была. Ее замотал обычным малярным скотчем, ну, чтобы там не повредить корпус, ничего. И вот так вот ее вставил и потихонечку пристучал. Сальник тот забился. С ним вопросов вообще никаких не стало. По подшипникам. Этот подшипник, я говорил, у меня целый. Этот подшипник у меня тоже целый. Сохранился он. Но у меня были сомнения по вот этому вот подшипнику. То есть у него звук какой-то, и люфта у него прям нет характерного. Но звук уже не сильно хороший такой. Я думаю, ну, он не сильно дорого стоит, можно его поменять. Вот он стоит здесь у нас на валу. Ну и, соответственно, он в корпусе у нас размещается вот с этой вот стороны. То есть я, если уже влез, то уже меняю прям все-все-все, все, что нужно поменять. Вот, в принципе, что такое вот основное по рейке. Ничего сложного я здесь не увидел на самом деле. Главное рейку помыть, если в ней есть мусор. Главное поменять все аккуратненько. Поставить на свои места. И все будет отлично работать. Что еще я вам расскажу? Это я поменял резиночки в этих вот трубках. То есть там откручиваете трубку, и на конце вот такая вот стоит резиночка. Там их 4 штуки. Ну, соответственно, 4 фитинга, 4 резиночки. Здесь особо никаких проблем не было. Раскрутились они очень легко. Единственное, что, когда будете закручивать на место, вы просто аккуратненько сначала наживите, посмотрите, убедитесь еще раз, что оно пошло по резьбе все. И потом только уже поджимайте. Потому что вы можете не пойти по резьбе. Она очень часто так происходит. Потому что здесь есть гибы вот такие вот. И они очень часто где-то пригибаются. Ну, и трубка, соответственно, в натяг уже. И вы когда ее открутили, она чуть спружинила, вы ее ставите на место, а она как бы за счет натягов вытягивает в сторону. И получится, что ты идешь не по резьбе, потом берешь ключ, загоняешь это все дело, и потом резьбе хана. Нужно разбирать все, потом втулить. Это целая проблема. Поэтому, если трубка подогнулась где-то и не идет она от руки, вот так вы не можете закрутить, значит, ее нужно где-то вернуть на место, подогнуть, расслабить и закрутить. Короче, лучше поиграть с этим, чем потом возиться с этим корпусом и перерезать там резьбу. Самое основное, вот это вот по рейке, вот проблемы я вам рассказал. Это, в принципе, не проблемы. Я вообще тут не вижу никаких проблем. Конструкция разборная, и ее можно отремонтировать очень даже легко. Самые большие какие вопросы у вас могут быть? С корпусом вряд ли, ну, только разве что, я не знаю, разбитый совсем подшипник, и там посадочная разбитая, сорванная резьба, может быть, где-то. Это самая такая вот проблема. Во всем остальном я не вижу, как бы, вопросов по корпусу каких-то. Если у вас здесь выработка, меняем этот червяк. Если там какие-то вопросы с подшипником, меняем, даже не думаем, потому что потом второй раз лезть, нафиг это надо. Если у вас вопросы по валу, тоже вал меняем. То есть здесь больше никаких вариантов не может быть. И вот, я думаю, что если все вот так вот собрать, почистить, вымыть, то потом у вас будет очень долгий, хороший результат. Единственное, что нужно щепетильно подойти к этому делу и один раз перебрать. Еще один нюанс при сборке. Значит, у нас вал, вот эта вот часть, которая идет с зубьями, запомнили, вот эта часть, именно которая идет с зубьями, вот эту часть мазать не надо, и эту тоже не надо. Именно вот эта часть, которая идет с зубьями, она мажется смазкой. Вот я использую вот такую вот смазку. Она как бы гидроотталкивающая, ну, типа жидкость эту отталкивает гидравлическую. И смазывает вот такие вот рабочие поверхности. Значит, ее нужно нанести вот сюда, и ее нужно нанести вот сюда вот. Больше ее нигде наносить не надо. Ну, и на открытые подшипники тоже запрессовать вот сюда вот. То есть, в этот вот подшипник, и в этот вот подшипник тоже запрессовать. Этот у меня закрытый, ну, в принципе, в него и не попадает этот, ну, гидравлическая жидкость никак, потому что эта часть, она изолирована от гидравлики. Ну, и я его таки оставлю, на самом деле, закрытым. Думаю, плохо от этого не станет ему. Вот, там смазка внутри есть. Ну, и он так вот и будет. То есть, поняли, смазываем зубья, смазываем вот здесь вот зубья, и смазываем подшипник этот, и подшипник вот этот вот. И тогда будет все отлично. Так как я не занимаюсь переборами именно реек, но мне стало интересно, я думаю, вникну в это дело, потому что еще у меня такие проблемы с этими мастерами были по реекам, что я решил сам это сделать. Я вник и понял, как все-таки гидравлическая рейка работает. Я просмотрел свою систему. Раньше мне это было непонятно, но сейчас я это понял, сейчас я вам это все расскажу. У нас здесь есть подача. Подача вот она. Здесь такое меньшее отверстие. Это то, что с насоса приходит сюда. А вот это у нас обратка. Это то, что вытекает обратно в бачок. И у нас есть вот такой вот вал. С манжетиками. Здесь у нас стоит сальник. Вот в этой части. И вот в этой части тоже стоит сальник. То есть здесь у нас пропускать жидкость не должно. И что у нас здесь происходит? У нас приходит подача вот в этот вот канал. В средний. И от него она распространяется. Внутри вала она распространяется на вот эту и вот эту вот часть. Ну и у нас здесь есть обратка. Обратка у нас она находится здесь, вы видите, с самого низа. Вот. И у нас обратка, по сути, вот в этой вот части. То есть здесь все, что лишнее сливается, оно уходит обратно в бачок. Запомнили. Посередине подача. Вот это вот у нас уходит на одну трубку. Тонкую. Я дальше расскажу для чего. И вот это на вторую. Здесь у нас идёт подача. Здесь у нас идёт обратка. Сливается. Что получается? У нас насос давит сюда. И он нам давит в трубке. То есть давит в эту трубку и эту трубку. Ну там, конечно, стоит система клапанов, там всякое это продумано. Это понятное дело. Здесь у нас идёт именно давление. И у нас есть вал. Вот он стоит у нас вот так вот. Здесь у нас зубья ходят туда-сюда. А здесь у нас вот стоит, грубо говоря, вот поршень, назовём его, который ходит в цилиндре. Цилиндр у нас вот с этой вот стороны. То есть у нас, по сути, поршень ходит где-то вот в этом вот диапазоне. Это он работает. И здесь у нас стоит сальник, который мы тяжело выбивали. Который не даёт пропускать жидкость вот в эту вот сторону. Здесь тоже сальник, про который я рассказывал, он не даёт жидкости течь вниз, соответственно. И здесь вот эта вот штучка, она не даёт, чтобы у нас жидкость вытекала наружу. То есть держит вот так вот. То есть у нас вал, получается, вот так вот стоит. У нас, получается, на валу стоит сальник один. Внутри вот этот вот второй. И вот здесь вот между вот этим вот поршнем у нас жидкость, которая у нас под давлением. Ну и, соответственно, если вы крутите руль там влево, то срабатывает давление в эту сторону и помогает вам сдвинуть вал. Если там вправо, то есть в обратную сторону тоже помогает вам давление сдвинуть вал. А вот этот вот сам сальник, который мы меняли, он не даёт перетекать жидкости влево-вправо. То есть чтобы здесь создавалось вот это давление. Ну и дальше уже как бы она возвращается и по обратке возвращается в бачок. То есть система, в принципе, не сложная, но интересная. Я до этого вообще не понимал, как она работает. Но сейчас вот разобрался. Может быть, не до конца, потому что я не понимаю, как внутри там работают эти клапана. Вот именно в самом вот этом вот вале. Но смысл понятен. То есть здесь вот создаётся давление, которое приходит на центр вала. Здесь оно распространяется в левую-правую часть. Это у нас вот эти вот две трубки. Здесь вот это давление передаётся сюда. И здесь у нас вот такой вот как бы поршенёк, который гидравликой помогает влево-вправо давить и, соответственно, облегчает нам работу руля. Система, в принципе, простая, но интересная и рабочая. Рем-комплект я поменял. Сейчас я это всё дело соберу и поставлю на тачку. Проверю прямо на тачке. И, конечно, скажу вам результат, получилось у меня или нет. Если не получилось, значит найду я причину, почему не получилось. И исправлю её, но и расскажу, почему не получилось. И уже пойдём с вами дальше. Ребилдить рейку. Но я думаю, что всё заработает отлично. Ребёда. Продолжение следует...